Добрый вечер! 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 на море, потому что вариантов у нас не так много. Абхазию выбирают люди, которым не закрыт выезд за границу. То есть очень много военных, которые просто не могут выехать и выбирают Абхазию. Плюс в Сочи в пандемийное время очень много туристов побывало. Абхазия это как некоторая альтернатива в любом случае. Вот. Но Сочи, он и есть Сочи. Это отдых на всех туристов. А какие-то качественные изменения происходят? Все-таки, ну, в последнее время это одна из основных возможностей, где в принципе можно отдохнуть. Что-то с сервисом приятное происходит? Очень стараются. Очень стараются сочинцы, очень стараются Абхазы, честно. Конечно, если говорить откровенно, ну, уровень сервиса, он не дотягивает до, там, тех же турецких курортов или любых других заграничных. Но очень стараются. Отстраиваются красивейшие гостиницы с высоким уровнем сервиса. Да, вот что касается Сочи и Турции. Ну, есть, наверное, вариант, когда Турция в принципе невозможна. Можно ли вот эти сегменты вообще сравнивать? Сравнивать по цене очень сложно, потому что все-таки отдых на наших российских курортах, к сожалению, все-таки выйдет туристам дороже, чем Турция. Но за патриотизм надо платить. Ну, однозначно. Особенно, если сравнивать уровень сервиса. То есть, если мы берем хороший отель, там, 4-5 звезд в Сочи, ну, по цене он может сравниться с отелем 3-4 звезды в Турции, так скажем. Но, тем не менее. Турция это, прежде всего, какие районы? Анталийское побережье и Марморис, Подрум. Ну, то есть, это самые такие массовые направления туризма. Это, скорее всего, Анталия, конечно. Если сравнивать Турцию и Египет, кто в более выигрышной сейчас ситуации по спросу? Однозначно Турция. Турция превышена для российского туриста. У них все более гораздо адаптировано для нас. Ну, и плюс погодные условия, конечно. В Турции сейчас сезон только начинается. море прогревается с каждым днем. Фрукты, клубника и так далее. В Египте сейчас очень жарко. То есть, конечно, направление, оно открытое. И операторы запускают туда чартерные там рейсы, регулярные рейсы в пакетных турах. Но, тем не менее, там очень жарко. Поэтому Турция, конечно, всегда в приоритете. Если рассматривать восточное направление, которое для жителей, например, Сибири, оно, пожалуй, что и ближе, ну, однозначно ближе, чем для жителей Москвы, Таиланд, Вьетнам. Какая там сейчас ситуация? Потому что, когда была пандемия, мы попрощались с этим направлением. И так и уже, наверное, и не знаем, открылись они или нет. Мы очень ждем туда запуска массового туризма. Теоретически страны открыты. Вьетнам для российских туристов очень упростил правила въезда. То есть, они отменили полностью карантин. Для них достаточно того, чтобы попасть в страну только по ЦРТ с отрицательной, зарегистрироваться в их программе приложения скачать. У нас другая проблема. Нам лететь не на чем туда. То есть, российские авиакомпании туда не выделяют самолеты для того, чтобы летать массово, да, по причине того, что у нас их просто могут отобрать. Но ждем, пока вьетнамские либо тайские авиакомпании поставят какие-то рейсы, либо мы договоримся о массовом туризме. Долететь можно. И в Таиланд, и во Вьетнам попасть по-прежнему можно. Но через третьи страны. А вообще сократилось количество мест, куда можно улететь без пересадки, например, из Новосибирска, из Москвы и других регионов? Ну, из Красноярска сейчас за границу вообще получается. Мы на прямых рейсах никуда не можем улететь. Мы даже в Турцию летим с пересадкой, либо в Москве, либо в Сочи, либо в Санкт-Петербурге. Но, соответственно, сократилось в разы. На 100%. Практически на 100% сократилось. Ну, а чаще сейчас в этой сложной ситуации иностранные государства каким-то образом помогают решать проблему? Выделяют самолеты, авиакомпании заграничные выходят? Или каким образом вы справляетесь? Да, помогают. Вы это, я имею в виду, туристическую отрасль, конечно же. Я поняла. Конечно. То есть мы полностью сейчас зависим от помощи дружественных стран, как это принято сейчас говорить. Опять же, Турция, которая выделяет нам авиакомпании. Turkish Airlines выделила блок полностью под чартерную продажу операторам. Emirates, да, у Арабских Эмиратов тоже очень сильно помогает. Поэтому, конечно. Вот эти проблемы с логистикой, они насколько повлияли на то, что цены поднялись на отдых? Цены на отдых значительно выросли, если мы говорим о заграничных направлениях. Просто потому, что мы пересели на иностранные авиакомпании, в которых, в принципе, стоимость перелета гораздо дороже. Плюс нестабильность валюты, которая в конце февраля, в начале марта выросла до 120 рублей за доллары и так далее. Поэтому, конечно, прошлых цен мы не увидим. Я думаю, что уже, скорее всего, они, конечно, не вернутся. Хотя операторы стараются адаптировать их максимально. То есть если мы говорим, например, про ту же Турцию или Арабские Эмираты, цены очень стараются сдерживать. Но красноярцам добавляется еще перелет либо до Москвы, либо до Новосибирска. И в любом случае это дороже для потребителя выходит. А местные направления, которые существуют у нас в Сибири или в регионах, которые находятся не так далеко, какие направления можете порекомендовать? И вообще, что предполагаете будет пользоваться спросом? Уже чувствуем возросший спрос на Горный Алтай. Нам поставили прямые рейсы из Красноярска туда. Летом операторы блоки выкупают по чартеру. То есть это прям будет организованный пакетный тур. Они уже и сейчас есть. И вот как раз, если мы говорим о майских праздниках, по соотношению цена-качество, туристы, я прям могу сказать, что массово едут на Алтай, Белокуряху, Горный Алтай, для того, чтобы отдохнуть, полечиться, возможно, и так далее. Но это цивилизованный вид отдыха, либо люди туда едут за диким отдыхом. Как правильно? И мы говорим именно про цивилизованные. То есть это хорошие гостиницы, либо санатории, либо пансионаты с питанием, с лечением. Ну, конечно, можно поехать самостоятельно. Почему нет? Как раз, если говорим про Байкал, то это направление такое, куда люди любят ехать самостоятельно. Может быть, с палатками, посетить там Ольхон и так далее. Как-то вот Алтай у нас очень пользуется спросом. Байкал меньше, если говорить о ближних к нам регионах. А вы с коллегами общаетесь? Красноярск как направление для кого-то стал более привлекательным? Ну, из других регионов, может быть, к нам люди едут. Изучаете этот вопрос? Ну да, вы знаете, в этом году очень популярный, вот мы заметили, да, опять же, на майске и на лето, такой вид отдыха, как речные круизы. Мы их достаточно много продаем, если говорить про среднюю часть России, то есть там с Ростова на Дону по Дону круизы, и с Москвы, Бетербурга и так далее. Соответственно, люди из центральной части России, мы им интересно круизы по Енисеям. И поэтому какая-то часть, да, конечно, поедет. Я не могу сказать про массовость, но заинтересованность точно есть. Особенно у тех, кто уже много посмотрел и, например, не может выехать за границу по каким-то причинам. В Красноярске думаю, что да. Ну, можно сказать, что этот вид отдыха, что называется, дорого-богато. Однозначно. Отдыхать в России вообще дорого-богато. И в Красноярске в том числе. Да, однозначно. Скажите, волнует очень многих людей, которые планируют, быть может, какой-то зарубежный отдых, отношение к русским туристам, оно в какую-то сторону поменялось? Или по отзывам, в общем-то, ничего не почувствовали наши отдыхающие? Это самый часто задаваемый нами вопрос нашим туристам, которые сейчас находятся за границей. Вы обратную связь собираете? Да, обязательно, конечно. Много отдыхающих сейчас в Турции, в Арабских Эмиратах. А пока ни одной жалобы туристов мы не получали. То есть наши туристы говорят, что в цивилизованных странах они не замечают каких-то предвзятых взглядов, может быть, руганий и так далее. Есть, например, определенные рекомендации, куда мы говорим туристам поехать, если, например, речь идет про такое направление, как Мальдивы. То есть есть отели, например, которые точно принимают только европейских туристов. Мы стараемся туда тоже как-то туристов не отправлять. Либо предупреждаем об этом. Хотя инцидентов, повторюсь, не было. Плюс есть дружественные страны, которые очень нас ждут. То есть турки готовы сделать все, чтобы российский поток был сохранен. Соответственно, никаких стычек с местными населениями, да, и другими не будем еще пускать. Вот, пересекать их. Ну, как будет на деле, посмотрим. Ну, скажите, вот по ситуации нынешней, можно ее сравнить с пандемией, либо сейчас какие-то ожидания более пессимистичные? У вас или, наоборот, может быть более оптимистичные? Потому что пережить и пандемию это было тоже довольно-таки непросто. Однозначно. Но мы ее пережили. И вы знаете, если честно, сейчас ситуация накалена более жестко. В пандемии мы просто находились ситуации ожидания. Будет такое на паузе. Мы сдерживали поток туристов, понятно, что успокаивали всячески, но примерно понимали, что будет дальше. Сейчас ситуация неопределенности. Что будет с авиакомпаниями, что будет с допусками, что будет с нашими самолетами и так далее. Поэтому, конечно, и туристы более взволнованы, и мы, соответственно, в таком состоянии непонимания находимся, скажем так. Ну, то есть лето для вас будет достаточно экспериментальным, а ближе, наверное, к осени к Новому году уже будет больше конкретики. Вообще, куда будет двигаться отрасль в целом? Однозначно. Для нас сейчас вся статистика, которая была ранее, она вся абсолютно сломана. Мы начинаем новый этап. Вот. Тем не менее, летнему сезону 100% быть. Это показал хорошо акция кэшбэк, да, которая вот закончилась 15 апреля. А там Сочи 100% полетит. Очень ждем открытия других южных аэропортов, чтобы туда поток перенаправить. Ну и, конечно, какая-то часть полетит за границу, в любом случае, Турция, там, Эмираты, Мальдивы и так далее. Спасибо большое, Дарья. Вам желаю удачи, как и всем нашим зрителям. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»!